Кавасаки Кавасаки одна из крупнейших мировых корпораций, производящих различные типы продукции. За более чем столетнюю историю компания производила морские суда, самолеты, вертолеты, роботов, тракторы, водные мотоциклы, поезда, авиамоторы и даже оружие. К примеру, именно на заводе Кавасаки создали первую японскую подводную лодку. Однако первым мотоциклом, который получил мировую известность и популярность, стал инновационный Кавасаки H1 500 Матч 3, представленный в 1968 году, который оснащался двухтактным двигателем с тремя цилиндрами. Мотоцикл выгодно отличался от собратьев по классу благодаря мощности в 60 л.с. и динамике. Максимальная скорость составляла 193 км в час. Первые 400 метров он проезжал за 13 секунд. Матч 3 был принят на ура еще и благодаря яркой внешности, которую дополняла необычная выпускная система. Слева располагалась одна выхлопная труба, справа еще две. Слева располагалась одна выхлопная труба. Следующим мотоциклом легенды стал Кавасаки Z1. Он появился в 1972 году уже после легендарного CB750, что позволило Кавасаки изучить реакцию рынка на новинку от Хонды и выпустить мотоцикл, близкий к идеальным. Собственно, это у них и получилось. 903-кубовый мотоцикл от Кавасаки превзошел Хонду CB750 по всем характеристикам. Имея рядный 4-цилиндровый силовой агрегат, мощность которого составляла 82 л.с. с двумя распредвалами в головке цилиндров, Z1 был способен развить скорость 210 км в час. Мотоцикл почти сразу завоевал популярность, что привело к увеличению ежемесячного выпуска с 1500 до 5000 экземпляров. В 1979 году Кавасаки шокировала всех моделью, Z1300 с шестицилиндровым четырехтактным двигателем объемом 1286 кубических сантиметров. Он использовал жидкостную систему охлаждения и комплектовался пятиступенчатой коробкой передач. Максимальная мощность составляла 120 л.с. Также этот мотоцикл впервые в истории компании получает карданный привод. Кавасаки Z1300 завоевал большую популярность как скоростная модель для путешествий. Продолжение следует... ... В 1984 году Кавасаки начинает борьбу за самый быстрый серийный мотоцикл со своей первой спортивной моделью Кавасаки GPZ900R. В те годы байк отличался инновационным внешним видом. Однако самым примечательным стал его мотор. Реадный четырехцилиндровый блок жидкостного охлаждения объемом 908 кубических сантиметров выдавал фантастические по тем временам 115 лошадиных сил, разгоняя мотоцикл до 254 км в час, что являлось рекордом среди серийно выпускаемых мотоциклов. В начале 90-х годов компания Кавасаки выпускает 1052 кубовый ZZR1100, взявший титул самого быстрого среди серийных моделей, разогнавшись до 290 км в час и удерживающий его в течение 7 лет. Четырехцилиндровый двигатель выдавал 147 лошадиных сил максимальной мощности и 110 ньютон метров крутящего момента. Комфорт, управляемость и способность легко пересекать континенты сделали ZZR1100 мегапопулярным спорттуристом, на которого стали ориентироваться все производители, потому что равных ему не было. Чтобы снова стать первыми, в 2000 году компания выпускает очередную ракету, новый флагман спортивных мотоциклов Кавасаки ZZR12R Ninja, который до 2006 года считался самым мощным серийным байком. Он комплектовался 1199 кубовым, 178 сильным, 4-цилиндровым мотором. Также мотоцикл оснащался системой нерационного надува, которая при максимальной своей производительности повышала мощность до 190 лошадиных сил. А чтобы снять все вопросы по лидерству максимальной скорости, в 2006 году ZZR12R был заменен на Кавасаки ZZR14R. Гипербайк обладал 4-цилиндровым 1352-кубовым двигателем, выдающим с нерационным надувом до 210 лошадиных сил. А крутящий момент составлял 162 ньютон-метра. 2004 год ознаменовался появлением двух популярных моделей у Кавасаки. Желая снова выделиться во всем мире, компания выпускает самый большой круизер с самым мощным мотором – Кавасаки ВН-2000 Вулкан. Он обладал двухцилиндровым V-образным двигателем жидкостного охлаждения, объемом 2053 кубических сантиметра, выдающим 103 лошадиные силы максимальной мощности и 177 ньютон-метров крутящего момента. Также в этом году появился будущий чемпион по супербайку – Кавасаки ЗАХ-10Р. Первая версия могла похвастать мощностью в 175 лошадиных сил и моментом в 115 ньютон-метров. Последнее же поколение выдает уже 214 лошадиных сил и разгоняется до 100 за 2,8 секунды. А максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 299 км в час. После появления Кавасаки ЗАХ-14Р у всех возник резонный вопрос – а что дальше? Неужели появится ЗАХ-16Р? Ну нет, в Кавасаки пошли другим путем и представили в 2014 году серийный мотоцикл с турбонагнетателем – модель Ninja H2. В итоге они получили те же 200 лошадиных сил, но с гораздо меньшей массой и размерами, которые в последней версии были увеличены до 231 лошадиной силы. Однако, чтобы и оставаться первыми, Кавасаки представили заряженную версию Ninja H2R, который с тем же мотором уже выдает 326 лошадиных сил и 165 ньютон-метров крутящего момента. H2R установил новый мировой рекорд по скорости, разогнавшись до 400 км в час. Отсюда делаем вывод – Каву уже никто не переплюнет, а если и попытается, то я думаю, ответка не заставит себя долго ждать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok